а он хочет чтобы вы на носе поцеловались а если я поцелую он не откусни нос рискованный момент ребята ты несовершеннолетний сюда вот он целуется ай все ой он его лижет кот его грызет и пинает такой выгриво как бы что ты хочешь он может пропустить палец насквозь привет ребята я анимеджик у нас тут короче видео начинается сразу с самого начала с эпика в общем это яна хозяйка двух вот этих вот милых чудесных кто не знает это сурикаты короче это моя новая рубрика необычные животные и сегодня мы приехали в гости к яне в город коломна у нее живут два суриката на самом деле дикие животные но они просто чудесные в общем ставьте лайк если вам нравится эта рубрика чтобы смотреть других животных необычных в квартирах и домах и пишите в комментариях кого бы про кого бы вы хотели увидеть и погнали персик ты мой хороший он такой смешной как он относится к ним они лучшие друзья персик просто обожает своих сурикатов то есть они не ругаются не дерутся не спорят не ругаются не дерутся нет ну бывает что сурикаты могут еще его иногда как бы полупить но в принципе в большом обычно вообще короче жестких скандалов нет вот эта вот клеточка они в ней что делают они в ней спят но мы в принципе обычно их не закрываем вообще их все закрывают на ночь в эту клетку мы не закрываем потому что у нас они в свободном выгуле клетка у нас только для того что когда приходят гости бывает что много народу дети мы закрываем чтобы они не убежали куда-то или там кому-нибудь не пристали стоит лоточек лоточек они ходят в туалет обычно они ходят либо в лоточек либо на салфетку мы когда зашли просто дверь открывается и нас встречают два вот этих чудо давайте их спустим посмотрим как они бегают просто мы заходим и бегут вот эти вот два существа по полу это выглядит очень странно очень необычно это норка это норка да смотри это не ваши ботинки это норка да да ну они вроде не кусают ну не надо подпрыгнуть пошли туда в комнату покажешь свой домик у них еще такой окрас они получается африканские животные да они из Африки тимон и пумба тимон это сурикат вот тимон это сурикат смотрите как он чешется так смешно у вас мальчик и девочка девочки чуть постарше мальчик помладше как вообще пришла мысль в голову зависеть в дальнейшем вы хотели сказать дети будут у них будут дети у нас они как бы специально был куплен мальчик для девочки для потомства потому что очень много людей спрашивают даже в коломне хотят от них детей да у нас в коломне нет таких животных я сама очень долго их искала ездила в ярославль у нас будет детишки там кто-то пытается копать твою ногу если вот посмотреть на наш плинтус например вот он коричневый должен быть вот он это они шкребут вот так вот когтями да потому что если вы видите ребят у них очень очень длинные когти а еще они очень очень судя по всему любопытные такие создания то есть им все интересно они везде бегают носятся вообще очень в принципе животные интересные ага он намного чистоплоднее от него нету столько грязи эй 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 волос не надо копать они получается ходят в туалет вот здесь у вас в лоток и в туалете у нас еще есть где кошачий лоток у них еще свой лоток там стоит они также приучаются как кот и собака на пеленку ходить один в один они ходят вот на такую пеленку мы просто такие пеленки используем кошки собаки да 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 то есть я ставлю лоток он и ходит в лоток ну и пеленочка ну мимо пеленочки сами видите он погулял поехал пришел к себе да прямо сейчас кокосик пошел сходил в туалет сам они слушаются да вот посмотрите что это а правильно я понимаю что им комфортно то есть это вообще такие животные которые когда происходит какой-то контроль над ними они начинают послушание проявлять да их вообще наказывать нельзя им надо как с собаками с кошками разговаривать они понимают наказание или на голос то есть вы считаете что они не пахнут да они не пахнут вообще люди же в основном вот переживают что какать будет писать там где-то ну как бы вот не хочется да это полностью животное такое уж как собака и кошка вот никакого различия нет то есть воспитательный процесс так и происходит одинаковый приучил и все окей да и моется вот они сегодня перед тем как вас ждали они помылись помылись в воде прям да почему в голову такое пришло за виду суриката или это случайность бывает нет это была случайность у меня просто ребенок сидит всегда в ютубе смотрит всех блогеров вот это вот и увидел у одного блогера суриката у него в декабре день рождения он увидел его подошел мне говорит мам хочу суриката я говорю нет только не сурикатов ну я даже в принципе мы не знали кто ну вот с мужем посидели почитали целый день ну целый день сидели читали про них и вот 3 января решили завести поехали купили и вот буквально недавно вы мальчика еще взяли два месяца назад да вот мы купили вот этого мальчика хулигана мальчик кокос кокос девочка баффи какой у них вообще режим дня это полностью дневное животное ночью они спят где-то в 10 они уходят спать либо они уходят спать в клетку к себе сами либо они залазят а где спят мы тут узнали что на самом деле изначально это была комната вашего сына да да и теперь получается тут живут сурикаты да да как так вышло вообще ну вот сначала когда была она одна она спала с ним в комнате когда их стало двое они уже начали то они покопают то они это причем они очень полюбили спать у него под шкафом вот здесь они прячутся туда да залазят они туда прячутся под шкаф и лежат спят и вот любят еще вот на этом пуфике очень сильно он если вот так вот сделать вот они очень любят вот вдвоем вот спят вот в этом пуфике так вот так вот очень интересуются людьми прям очень им интересны люди я вижу прям как они им прям хочется общаться они прям подходят Вы встали с утра, они проснулись, да? Они встают, да, со мной, с утра встают, мы идем завтракать, они кушают. Что они едят? У меня они едят мясо. Либо куриную грудку, там вот. То есть они хищники, они мясо едят? Они едят мясо, они едят червяков. Я думала, они едят травку там, зернышки. Нет, 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 нет. Зоофобус, сверчков. Нет, ну так же они порционные фрукты, овощи, водичка. Ну я имею в виду, что все-таки основной рацион не как у хомяков, которые едят только зернышки. Зерны они вообще не едят. Наверное, мышек каких-нибудь, они в обычной природе, да? Кого они? Чем питаются? Лягушками? В обычной природе они едят змей, скорпионов. У них внутри есть какое-то противоядие, ну, против скорпионов. То есть если их скорпион или гадюк ужалют, они не умрут. У них есть противоядие. Летом вот у нас, например, бабочка очень любит, когда частный дом, все понимаете, дверь. Она ловит, да? Она ловит мух. Она со стола прыгает, ловит мух, она ее... И ест их. И съест, да. Сейчас вот они будут друг у друга отбивать. Спорят, да? Баб, иди скорее. Давай, скорее ешь, быстрей. Она реально ворует, смотри. Интересно, да? У меня собаки, они, конечно, едят в раздельных мисках, но у них есть фишка. Одна достает из миски и ест, а другая ест из миски. И вот у вас так же получается. Он ест из миски прямо, а Баба достает и ест отдельно. Он жадина прям. Он просто пацан молодой, а она девочка. Ты уже даже, по-моему, разжирел за сегодня, за пока ел. Он даже больше стал, посмотрите. А может у него пушится шерсть так, дыбом немножко? Нет, он вот если его взять, он все, толстый стал. Угу. Он прям, Бафус. Он прям, да, у него полный живот. Еда, еда, еда. Нет, я хочу. Все, Бафус, молодец. Бафус поел все. Позавтракали. Позавтракали, да. И потом они просто весь день играют, бегают, прыгают, скачут. Да, мы, в принципе, вот толку мы не замечаем. Так, иногда, если только подмести, когда... Посмотри, смотри. Она смотрится в зеркало реально. Да, она очень любит. А если летом на улицу они выходят? О, гулянь, да. Да, вон они, драки начались. А когда летом, вы пускаете только на поводках, на чем-то? Да, на поводке они ходят гулять, сын гуляет на поводке с ними. Они начинают копать землю, находят там этих червяков земляных. Жучков выкапывают, червячков выкапывают. Они вообще все вон копают. А что пьют? Воду? Воду. Обычную воду, да? Сколько едят вот эти два маленьких чуда? Вот с утра я им на двоих отрезаю куриные грудки, ну, наверное, где-то со спичечный коробок. Вот если взять кусочек со спичный коробок. Режу мелко. А сколько раз в день? Два-три раза. Два-три раза. Но вообще обычно они у меня проще сами есть. Когда я залазю в холодильник, они начинают орать. Просто орать. Я просто иногда оборачиваюсь, и даме становится смешно. То есть вы открываете холодильник, и они начинают кричать. Они начинают кричать, чтобы их покормили. Вот это вот у них происходит на протяжении дня. Вот это вот у нас. Тусовка. Это везде. Из комнаты в комнату, в коридор. Где бы это ни было, вот у них вот такие вот бои. Мы вернемся, давайте, к моменту сына. Комната сына была. Как выселили его отсюда? Ну, когда сын захотел завести себе год назад, получается, в том году, на день рождения, решил себе сделать подарок, купить здесь сурикатика. Он его мило положил с собой жить. Это была вот девочка одна как раз. Баффи. Да, Баффи, вон она вот ходит. Он все очень хорошо существовал. Потом просто сыну надоело Баффи. Да, ребят, я вот слышала очень много историй. Дочка хотела собачку, сын хотел кошечку. В итоге мы с котеночком с этим теперь возимся, мы с этой собачкой гуляем. А дочка или сын уже занят другими своими делами, да? Да, так и есть. Я уже захотела. Короче, Яна сама захотела еще одного. Суриката мальчика. Да, мальчика, ну, как бы, захотела. И вот искала его долго, решила себе купить. Но пока он маленький, его же надо приучать к пеленке в туалет, ходить, лоточек, клеточки. Это же все приучание. И, соответственно, они здесь стали жить вдвоем. Да, стали жить вдвоем. То есть начали вот и драться, и шуметь, и, ну, вот это вот, как у них. Ну, на самом деле для них-то это круто, что они вдвоем им веселее. У них стайка. То есть они живут по 40 штук в одной стае. То есть у них есть... Поэтому вдвоем еще круче. Они и кота взяли в свою стайку. Они троем. Кот теперь в стае. Они троем. Версия сына, правдивая версия, настоящая. Потому что когда я сплю, они не дают мне засыпать. Если была... Когда была одна бафа, просто я мог, ну, заснуть. Она просто взяла и засыпала, или иногда просто ходила по дому. А сейчас с кокосом они тут все разгребают. Я просто даже спать не могу. Они разнос выстраивают. У них бои. У них вот эти бои вечные, вот которые сейчас... А как же вы сказали, они ночью спят. Не, ночью спят. Они спят, но перед сном они не дают заснуть. Он ложится рано. Ну да, в школу вообще, да. Он устроил тренировки 7 дней в неделю. Сильно устает, он ложится с полдесятого в 10. И правильно я поняла, что не только мешает спать, но и когда ты сидишь, уроки делаешь, там что-нибудь... Они копают, они приходят сюда и начинают специально назло копать все вещи. Назло. Сколько стоит сурикат? Цены разные вообще. Можно купить. Меня облепили. И за 30 тысяч рублей есть цены и 50, и 60. Разные вообще. Там очень много критериев, по которым их выбирают. А сурикаты... Он целоваться лезет. Да, я чешу. Не, не, он типа целоваться на огне лица. Я не могу. Ну, то есть, вот за 20 тысяч, например, можно купить суриката, но это и будет из контактного зоопарка. То есть, в контактном зоопарке... Скорее всего, с проблемной психикой или больной. Он не ручной будет. Ну, то есть, он будет даже если ручной, но не то будет. Потому что в контактном зоопарке, сами понимаете, там вечно все там тискают, и все они привыкут. Мучают они. Да. У нормального заводчика, вот я сама лично разговаривала с заводчиком, и в Москве от 50 тысяч. От 50 тысяч, именно от заводчика уже 40 тысяч она стоила, да? А мальчик 40 тысяч. Мальчика мы купили подешевле немножко за 30. Но мальчика мы брали уже подрощенного. Мальчика мы купили, ему было уже 4 месяца. И поэтому цена, наверное, была дешевле немножко. Ты че, баха не хватает, она потому что камеру не нравится. Я у них забираю, а они хотят отобрать. Да, да, да. Я поняла теперь, как работает банда, да? Вы просто хотели тупо у меня отжать камеру сейчас. Что ты делаешь? Золотце, золотце. Что ты делаешь? Серебрышко. Нет, он хочет, чтобы вы нагнулись и поцеловались. Да? А если я поцелую, он не откусит мне нос? Нет. Давайте. Рискованный момент, ребята. В первый раз в жизни я... Нет, вот к тебе я не нагнусь. Так, нет, я... Я проверила. А я не могу. Что, блядь, сходи? Что? Что там? Какойся, ну ты-то мальчик. Какойся. Какойся. Ты еще маленький мальчик, мне сказали тебе еще. Ты несовершеннолетний еще даже. Как мы будем целоваться? Лесет, лесет. Вот он целуется, вот он, вот он целуется. Оп, оп. Ай, укусил? Можно? Нельзя кусаться. Какойся. Да, это очень необычное впечатление. Вы постоянно дома? Нет. Нет? Вы ходите на работу? Я постоянно работаю. А, страдают ли вот эти вот разбойники? Да нет, я бы не сказала. Мне кажется, им очень весело, самим без вас, да? Когда я прихожу с работы, я наблюдаю картину, что лежит кот, на нем два суриката, и это вот тут вот так все. Ну, бывает, что так собрано одеяло там, и все остальное. Куда ты лезешь? Ты маленький еще для этого. Куда ты, куда ты, куда он хочешь? Он кайфует, когда его гладят. Вот так спокойнее тебе? Так нравится? Ммм, не это. Ой, у них такие прикольные лапы, как кожаные, блестящие такие, с огромными когтями прям. Ты в микрофон хочешь что-то сказать? Они спят вот так вот иногда, голову под себя. Ой, голову под себя, да. А внутрь головы, вот она лежит, спит. Они вас вот прям понимают, ваш тон, вашу речь, или не понимают? Да, они понимают очень. Они слышатся, да. Если они что-нибудь сделали, напроказничали, я повышаю голос, и они... Ну-ка повысите голос. Кокосик. У ребят, как вы видите, еще живет кот, которому 4 года. Зовут его Персик, вы его видели уже. Но он безумно красивый, у него глаза, конечно, сумасшедшие прям. Ой, он его лижет. У них очень, да, они прям любят. Кот любит вообще их. Очень любит. Сурикаты относятся к семейству кошачьих. Они же не к семейству мышей. Да, я и говорю, поэтому наоборот, он их практически как собратьев своих. А, прикол, реально, он моет их. Приходилось приучать его к ним, или вы просто оставили вот как есть, и они подружились? Один день ровно. Один день? Один день, да, когда мы принесли ее. Мы просто боялись, что они маленькие, когда их приносишь, они вот... Ну, вот сурикаты такого размера где-то. Какого? Ну, вот такого маленького. А к коту прям один день он все приучается, и у них любовь. Это просто вот... Какой, грубо говоря, у нас два месяца только живет, а у них вот любовь. Это вообще невероятные просто кадры сейчас. Получается, детки будут вот вообще маленькие-маленькие. Смотри, как... Детки рождаются прям вот такие, как крыси, он же маленький, розовенький, без... Ну, без всего. Кот его грызет и пинает, такой выгриво как бы, а он терпит. Он аккуратно очень делает это, кот. Можно просто снимать, как они тусуются, и все. И ничего не надо говорить вообще. Это вообще никакого вопроса. Да, да, да. Они раз включат, и будут угорать. Они просто будут угорать. А у вас есть какие-то соцсети, инстаграм, там, куда можно прийти посмотреть на них, да? Да, у меня в инстаграме есть страничка, прям именно их. Сурикат домашний называется. Мы ссылку оставим в описании. Да, и то есть я выкладываю там каждый день видео, фото, как они себя ведут. Ты там жить собираешься? Что ты хочешь? Что происходит? Ты цепочку хочешь забрать у меня? Нет, смотрите, нет, нет, он не цепочку хочет. Укус суриката чем опасен? Что может быть, если укусит? У них такие зубы, когти. Ну, наши животные привиты. У них есть паспорт. А как ветеринар местный относится к тому, что... Она нас уже знает. Они раз пришли с собаками там лапку зашивать, и я принесла бафу сделать прививку. Конечно, у людей был шок. Насколько силен укус? То есть до крови, как хомяк, как кто? Нет, укус суриката очень сильный. Очень сильный. То есть, если она укусит, то она может прокусить палец насквозь. Ай-ай, не такие. Сукосик, ты ни разу себя так не вела? Он вообще рот не закрывает, все время разговаривает. Не ртом именно, а вот какой-то звук издает. Да, но к году они прекращают так разговаривать. Но я так поняла, если с ними ими не управлять, то они могут вообще, мне кажется, выселить всех издут. Конечно, их надо воспитывать, как любое домашнее животное. Это обязательно. А то отожмут у тебя и камеру, и трусы, и последние носки, да? Конечно. Смотрите, какие когти у них. Нет ощущения, что ты с каким-то диким хищным существом. Нет, они очень приучаются, вообще классно. Вы их сами моете и сами стрижете им когти. Почему когти сами у них как-то не стачиваются? Ну, они же не ходят по асфальту, там, на улице, как собаки. А, они, наверное, не копают в таком количестве, как в обычной жизни. Да, в обычной жизни они выкапывают до 40 метров в траншеи. Вот эти вот, да. Здесь же такого нету, и у них везде лежит ламинат, ну, этот линолеум, они не могут настолько. Поэтому я им стригу. Разрушают они что-нибудь? Вот прям критично? Или это не сильно? Нет, нет. Они не разрушают вообще ничего. Единственное, конечно, могут, вот если где-то плинтус неправильно прибит, вот что-то где-то торчит, конечно, они могут подкопать. Там, где торчит, они начинают цеплять, да, как бы это? Да, да, да. Ну, так вот, ну, чтобы вот обои отрывали, вот. Такого нету. Все покупают рядом с клеткой, ставят ультрафиолетовую лампу. У нас ее нет, так как у нас частный дом. Он его реально лупит, а этот даже не уходит просто. Он реально его лупит просто. У нас они греются на батареях. То есть у нас есть, вот даже вот взять обычную батарею, вот в комнате, которая, видите, вот труба белая. И у вас батареи вот эти настоящие, которые... Да, они ложатся, обнимают вот так батарею и спят. Ну, и плюс у нас на кухне тоже деревянная батарея специально сделана. Внизу батарея, ну, батарея обита деревяшками. И они ложатся вот так, вытягиваются, все, ну, четыре лапы вытягивают, лежат, греют животы. И греют животы. Засыпают. Засыпают. Ну, держи, держи, Даня, не подольше. Что ты хочешь там у меня на голове? Так, пойдем, Кокос. Пойдем, пойдем кофе пить. Да, Кокос с тобой рулит, завалился. Знаешь, мне надо это, седло тебе на голову. Давай, я его несу. Снимаешь? Да. Все, так, да, не на голову. Божик настоящий. На бабу селу, ножки свесил. Я так всегда называю, я говорю, вы прям мужичок. Да, от них как будто получаешь какой-то реально фидбэк, то есть реакцию какую-то, в отличие от... На ними наблюдать? Это твое место, да? Да, это твое место. Это вот я, правда, что говорила, что здесь, внизу батареи, вот если потрогать... Такая парочка. Парочка. Муж и жена, одна сатана. Будем с вами прощаться. В общем, жизнь с сурикатами очень весела, это точно. Вот это я точно поняла. Реально, вообще, неугомонные, очень классные создания. Спасибо, Яна, большое за то, что познакомили нас с ними. У меня реально первый в жизни опыт такой. Я не думала, что они такие. Я прям поражена, удивлена. До глубины души очень они мне полюбились. Даже теперь задумываюсь о том, чтобы сурикатика приобрести. Подписывайтесь на Инстаграм. У Яны он есть. Ссылочки все будут в описании на соцсети, на канал. Пишите комментарии, ставьте лайки, вопросы, голосуйте. Все. Они как собаки по 12 лет живут. 10-12 лет, да, они долго живут. Но они грудь прям кошачьи. Семейство кошачье. Мы, кстати, не сказали точно, что сурикаты живут примерно 10-12 лет. Да, они с 12 лет относятся к семейству кошачьих. Мы сейчас сели кофе пить, и тут просто столько всего происходит. Очень сложно описать наши эмоции, потому что невероятные просто существа. Они тут тусуются с нами. Они вот как реально очень контактные такие, социальные. Общаются прям вообще супер. Они как будто маленькие человечки. Да, маленькие человечки. Маленькие человечки.